Здравствуйте, уважаемые коллеги! Давайте мы с вами рассмотрим работу с плоскостями осреднения к НФЛ, а точнее их переназначение в случае избыточного количества. Ну, прежде всего возникает вопрос, а каким образом может получиться это самое избыточное количество плоскостей осреднения к НФЛ? На практике чаще всего это получается в том случае, если мы с вами для какой-нибудь крупной модели, содержащей большое количество плоскостных позиций, плит, стен, рамп, будем использовать по умолчанию генерацию конечной элементной сетки с формированием плоскостей осреднения к НФЛ по позициям. Вот в этих случаях как раз и получается у нас чрезмерное количество этих самых плоскостей осреднения к НФЛ. Поэтому для крупных моделей лучше использовать опцию формирования к НФЛ позже с костями по номерам материалов. Тогда их будет гораздо меньше. Однако, если мы с вами уже сформировали какую-то конечную элементную модель и уже не хотим или не можем вернуться в позиционный проект, тогда мы с вами должны эти самые к НФЛ переназначить. То есть вот моделька, подготовленная нашим пользователем. Попытаемся запустить ее на расчет. И при запуске на расчет мы с вами как раз получаем сообщение, что число плоскостей осреднения к НФЛ превышает предельное значение 1296. Итак, давайте мы с вами плоскостей осреднения переназначим. Самый традиционный способ это для стен из одного и того же материала по разным этажам сделать стены одного этажа одной КНФЛ. Давайте мы с вами зададим новую КНФЛ и аккуратно рамочкой выделим стены одного этажа, одного материала в отдельную посреднение к НФЛ. Вот таким образом мы с вами их переназначаем. Раньше у нас при генерации сетки получилась каждая позиция была отдельной КНФЛ. Теперь мы с вами их объединили в такую группу. Кроме того, для конкретно данного примера у нас здесь имеет место быть ребра, сформированные, ребра плит сформированы пластинчатыми элементами. Поэтому с вами также можем эти ребра выбрать и ребра каждого этажа занести в отдельную КНФЛ, переназначить таким образом плоскости осреднения. Говорим новую КНФЛ и о рамочке выделяем все пластины одного этажа в одну КНФЛ. Далее говорим снова новую КНФЛ и выбираем следующую группу пластин. Вот таким вот образом, как видите, с каждым выбором их количество уменьшается и таким образом мы переназначаем КНФЛ до тех пор, пока их количество будет не больше, чем 1296. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.